Делегирование возможно через определенную точку зрения. Для руководителя обычно характерен определенный стиль управления. То есть каждый из нас вырабатывает свой стиль управления. В процессе внедрения инструментов управление ключевым инструментом для владельца является именно делегирование. Потому что приходится много работать с руководителями. Нужно, чтобы они были постоянно вовлечены и хотели действительно выполнять те или иные задачи. Я хотел бы как раз рассказать о тех ошибках, которые присутствуют в делегировании. И выявил таких 5 характерных ошибок, с которыми сталкивается владелец в процессе делегирования. Какие же эти 5 ошибок? Давайте их посмотрим. Ошибка номер 1. Это отсутствие делегирования. То есть владелец пытается все вопросы решить сам. Следующий важный формат делегирования происходит так называемое формальное делегирование. Что такое формальное делегирование? Передаете просто задачу устно, сделай вот это, без каких-то критериев, без уточнения, какой результат вы хотите от этой задачи. Получается, что вы пытаетесь просто скинуть в себя проблему. Следующим будет отсутствие четкого разграничения функционала. Следующее – это плохой контроль. То есть вы делегировали какую-то задачу, и, соответственно, задача проконтролировать ее через неделю или через две, просто спросив, а выполнена та или иная задача. А потом получить соответствующий ответ. Нет, я не знал, как ее сделать, мне было непонятно и так далее и тому подобное. К сожалению, такая ситуация наблюдается не только с линейными сотрудниками, но и с руководителями. То есть они тоже бывают, сливают задачи по разным причинам. Если говорить про третье, у вас просто нет времени на делегирование. Вы пытаетесь все вывести на себе. С этим тоже нужно работать. Каким образом? Конечно, затраты на делегирование зачастую могут быть объемными. То есть нужно реально ввести в курс дела человека. Нужно рассказать ему, какие обязанности ему нужно выполнять, какой функционал. Делегирование возможно через определенную точку зрения. Для руководителя обычно характерен определенный стиль управления. Кто-то директивен, управляет приказами только. Кто-то, наоборот, ищет какого-то согласия, партнерский стиль для него больше характерен, можно так сказать. То есть каждый из нас вырабатывает свой стиль управления. Я предлагаю немножко расширить эту точку зрения и посмотреть не с точки зрения того, какой я руководитель, а посмотреть на то, о какой же сотрудник или руководитель, которому я хочу делегировать свои обязанности, задачи, функции и так далее. И тут мы говорим про два вектора. Это вектор компетентности и вектор мотивации. То есть мы можем посмотреть на сотрудника, будь это руководитель, будь это исполнитель, посмотреть на него как на просто исполнителя для данной задачи, например. И посмотреть, а какая у него компетентность в отношении этой задачи, высокая или низкая? А какая у него мотивация по отношению к этой задаче, высокая или низкая? И это было сделано и была разработана Херси Баланшаром модель управления, которая так и называется – ситуационное управление или ситуационное лидерство. Выделилось четыре типа. Первый тип – новичок. Он хочет, у него высокая мотивация, но компетенция у него недостаточная. То есть компетенция низкая. Он не может выполнить ту или иную задачу. Второй стиль – Д2. У него уже и мотивация падает. То есть со временем новичок, приобретая опыт, накапливает ошибки. Зачастую он уже не очень пока может выполнять. То есть компетенция у него чуть-чуть выросла, но пока недостаточно. Но он уже и мотивацию теряет. Третий тип – Д3. Это компетентный сотрудник. Он может, но мотивация у него тоже низкая, потому что он чем-то недоволен. Например, это может быть звезда какая-то в вашей команде. То есть человек, которого нужно просить сделать какую-то задачу. То есть он неохотно берется за новые задачи. Для него что-то уже не так интересное и так далее. И четвертый тип – это фактически эксперт, который и хочет, и может профессионал, который готов браться за новые интересные задачи. Ему действительно можно делегировать все, что угодно, потому что у него есть и компетенция, и мотивация. Нет с этим проблемы. И согласно этим типам сотрудников мы подбираем определенный тип управления. То есть мы для каждого типа сотрудников подбираем тот стиль, который нужен именно ему. Например, для человека, который хочет, но не может, не нужна сильная мотивация. То есть его не нужно мотивировать. Ему нужно давать четкие инструкции. Ему нужно объяснять. Делай раз, два, три. Человеку, сотруднику, который является таким разочарованным немножко учеником, ему уже нужно добавлять немножко и мотивации. То есть ему нужен наставнический, развивающийся стиль. Для звезд, для компетентных, которые могут, им нужно максимально фокус держать именно на мотивации. То есть подбадривать, давать интересные задачи, спрашивать, вовлекать и так далее. Поддерживающий стиль. И для тех сотрудников, которые выросли до D4, и они действительно и хотят, и могут, и им интересны новые задачи, подходит как раз делегирующий стиль. И для того, чтобы легче было как раз управлять каждым из этих стилей, есть конкретные рекомендации, как же работать с тем или иным стилем. Инструктирующий стиль. Что требуется? Четко ставить задачи. Четко объяснять, как делать ту или иную задачу по шагам. Если не давать ему четких указаний, он будет плыть. Он будет требовать, чтобы ему объяснили. У него нет инструмента. При этом зачастую получается такая ситуация. Например, к вам приходит компетентный новый сотрудник, руководитель. Но для вас он все равно D1. То есть он мотивирован, но некомпетентен. Почему? Потому что он пришел из другой компании. Он не знает вашей инструкции, он не работал с вами. И поэтому для него будет сложно сориентироваться в тех бизнес-процессах, которые есть именно в вашей компании. И если вы ему просто будете ставить задачу, не объясняя, как ее делать, именно в вашей компании, надеясь на то, что он как профессионал ее выполнит правильно, правильно поймет, правильно выполнит и сделает результат, вы можете разочароваться. То есть когда мы с рынка набираем руководителей, которые должны занимать тот или иной руководящий пост именно в процессе внедрения, так как в процессе именно нужны руководители, то некоторые владельцы совершают такую руковую ошибку, они надеются, что руководитель, которого они наняли, сам справится. То есть они недостаточно точно и четко объясняют ему, какие задачи, не контролируют его по шагам, контролируют его по результатам, например. То есть они, например, даже проговорили, что должен сделать тот или иной руководитель. И после этого мы с ним, получается, можем даже расстаться, потому что этот руководитель, к сожалению, не справился. Почему? Потому что он не понимает всех механизмов, которые есть в компании. И очень важно в этом случае, когда вы применяете инструктирующий стиль, контролировать не по результатам, а именно по шагам. То есть постоянно, может быть, ежедневный контроль, может быть, по выполнению плана задач, например, и так далее. Следующий стиль – наставнический или развивающий стиль. То есть когда у вас необходимо уже не просто инструктировать, но нужно добавить мотивации, поддержать этого сотрудника. То есть у него проблемы уже с мотивацией, он столкнулся с каким-то количеством проблем, и для него сложно сейчас определиться, а что нужно сделать именно сейчас. Тут можно вовлечь его, обсудив, как можно сделать. То есть добавив именно инструменты мотивации, такие как поддерживающая, развивающая обратная связь, просто мотивационные беседы, какие-то вещи, которые связаны с личностью сотрудника. То есть показать его ценность, показать, что с чем-то он все-таки справился, что-то у него получилось. С этим тоже бывают сложности, потому что если вам не близок такой стиль общения, то вы начинаете мало уделять внимания таким сотрудникам. И, конечно, они могут как раз вот из этого формата, из Д2, из этого сектора, люди, скорее всего, уволятся. То есть они демотивированы, и они в какой-то момент настолько понимают, что они не справляются, у них что-то не получается, что они просто уходят. И как раз испытательный срок для многих он заканчивается, потому что не было выстроено вот этой системы наставничества и системы сопровождения этого сотрудника. Другая ситуация, еще более обидная, когда вы повысили с хорошего, компетентного сотрудника до руководителя, и он стал некомпетентен в этой должности. И в этот момент именно наставничество и помощь ему необходимы с вашей стороны. То есть чтобы он приобрел авторитет необходимый для того, чтобы выполнять те или иные обязанности как руководитель. Понял, какие ошибки он, может быть, совершает. Причем не в формате вот тут-тут ты там накосячил и все неправильно сделал, а именно разбора этих ошибок с корректной обратной связью, с тем, чтобы действительно человек научился и вынес, ну, может быть, не позитивный опыт, но опыт разбора вот этих ошибок, анализа своей деятельности. И это очень важно. Что делать с компетентным сотрудником, который уже знает, что делать? Он может делать, но почему-то он не хочет. Например, ситуация. Вот у нас один из таких кейсов – это клиника, где главный врач достаточно давно работает, у него статус, но при этом он не выполняет часть обязанностей, которые необходимо ему как главному врачу выполнять. Возможно даже, что он их и не знает, но при разговоре владелец выясняет, что действительно он знает, что нужно делать, он понимает функционал, но ему сложно в каких-то моментах. И тут очень важно его действительно вовлечь, дать ему мотивацию, может быть, прописать TPI определенные, изменив его точку зрения на те функции, которые он выполняет и должен выполнять. И тут очень важно именно разбирать те ошибки, те затруднения, с которыми он сталкивается, и помогать ему их преодолевать. Не ждать, когда он ошибется, а помогать ему немножко раньше, вызывать, разговаривать, мотивировать. И тут очень важно ориентироваться именно на те задачи, которые связаны с мотивацией. То есть, что ему нравится, чем заниматься. То есть, говорить, вот это у тебя получается, вот это хорошо и так далее. Очень важно поддерживать некие инициативы, которые предлагает этот сотрудник. Например, проекты, которые он предлагает. Тем самым вы вовлечете этого сотрудника и повысите его уровень мотивации. Четвертым сотрудником, с четвертым типом сотрудников, который и мотивирован, и компетентен, с ним, наверное, самый простой способ. Вы просто ему ставите задачи. Но тут тоже есть определенные сложности. Какие? Они связаны с тем, что такой сотрудник, ему нужны новые интересные задачи. Он, может быть, не очень уже хочет какие-то рутинные вещи делать. Ему хочется каких-то вызовов. Ему нужен драйв, который он получает именно от успеха. И тут важно поддерживать его, давать ему новые проекты, новые задачи, новые вызовы, где он может сам быть наставником, сам обучать, сам передавать свой опыт. Таким людям очень важно делиться тем, что они уже наработали, и тем самым поддерживать свою мотивацию. То есть важно, чтобы он как раз не разочаровался и не упал в D3. Если вы что-либо делегируете, вам в зависимости от того, к какому типу относится сотрудник, нужно использовать определенный вид контроля. То есть делегирование бесконтрольное невозможно. Если, например, вы делегируете задачу новичку, D1, то обязательно входящий контроль. То есть насколько он понимает, что ему нужно. При этом важен периодический контроль, ну и, соответственно, будет контроль уже по результату в конце. А для D4, например, нужен контроль только результата. Может быть, какой-то выборочный контроль. Если это D2, D3, там может быть поэтапный контроль, смотря за такая задача. Входящий предварительный контроль, вы можете посмотреть, какие ресурсы вообще есть у этого сотрудника, какие у него планы, загруженность и так далее. Вообще он может ли справиться с этой задачей. А предварительный контроль, это вот именно когда вы уже делегировали, вы можете спросить, а насколько он вообще понимает, что он будет делать, и он по шагам вам расскажет.